Слово святого Иоанна Златоустова от Дерсты. Продолжение. Слово святого Иоанна Златоустова от Дерсты. 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 Слово святого Иоанна Златоустова. Слово святого Иоанна Злаустова от Дерсты. 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 Мало этого. Закон позволял даже иметь двух жен в одно время. И вообще было большое снисхождение в этом и во всем другом. Но после пришествия Христова путь сделался гораздо теснее. Не только потому, что от нашей власти была отнята эта невыразимая и великая свобода во всем вышесказанном. Но и потому, что даже такую жену, которая часто уговаривает и принуждает нас против воли ко многим грехам, нужно иметь всегда при себе. Разводиться желающей может тогда, когда она будет обличена при любодеянии. И не только поэтому добродетель трудноисполнима для нас. Но и потому, что если живущая с нами имеет сносный характер, множество забот о ней о детях не позволяет нам даже на малое время взглянуть на небо. Призвотя так бы постоянное головокружение, возмущающее, потопляющее нашу душу. Смотри. Муж желает вести счастную и безопасную спокойную жизнь, но видя, что окражающие его дети и жена требуют многих издержек, он против воли бросается в ум от общественных дел. Как только он попадает в него, то нельзя сказать, сколько представится ему поводов грешить. Гневаться, кляться, браниться, мстить, притворяться. Многое делать из лести, многое из ненависти. Как же можно вращающемуся в таком умоте и желающему отличиться в нем не запятнать себе грязью многих грехов? Если кто обратит внимание и на домашние дела, то найдет такие же еще больше затруднения от жены. Здесь нужно заботиться о многом, в чем муж сам по себе не нуждается. Это в том случае, когда жена скромная и тиха. Если жена своей нравно, упрямая и невыносима, то это мы назовем уже не только затруднением, но наказанием и мучением. Как же будет в состоянии идти путем к небу, требующим ног свободных и легких, и души бодрой и благоукрашенной, тот, кто имеет столь тяжкое бремя, связан такими узами, и постоянно влечется вниз этой цепью, то есть злобной жены. Продолжение следует.